Ну, я прочитаю. И свечи капали воском. На улице было сыро. И серый кот фыркал рядом. На малу и пянул глаза. И явствами в изобилии Был маленький стол уставлен. Они говорили тосты, И тени плясали. И кот ложился рядом с тарелкой. Мурлыкал и нюхал Острый сыр пекарина Романа. И лапой чесал живот. И вдумалась Мария. Удачи! Все найдено. Он элегантен, воспитан. Профессор опять же. И книги, и фикус в углу. И тени плясали на стеклах. И полпуличела, кружила. Головы им обоим. И тиной пахло из труб. И нет уже той минуты. Сменились все декорации. И колол в лету профессор. И вместо январского льда. Апрельское лето настало. Нет смысла уж в том копаться. Жизнь меняется быстро. И Мара уже не так. И только вольпуличела связал ее с той ночью. Вино с тем же именем Мара. Что носит она сама. И тени все пляшут на стенах. И сын пекарина Романа. Лежит, как тогда, на тарелке. Но Мара уже одна. Мораль зарисовки этой проста, как нечего делать. Лети себе дальше, Мара. И если тебе еще вино с тем названием накроет своим рубиновым цветом, ты помнишь, что жизнь прекрасна. И у ней, возможно, все. Когда я смотрю на твое лицо, я вижу приветливость черт твоих и даже их лучезарность. Готовность теплом делиться, подставить плечо и даже много чего еще. Когда я смотрю на лицо твое, я вижу себя словно птица, что в маленькой светлой клетке сидит и не шевелится. А добрый хозяин легкой рукой сыпет и сыпет пшеницу. И с каждым зернышком душный покой обволакивает эту птицу. И уже не хочется крыльям летать, а сердцу биться. Когда я на лицо твое смотрю внимательно, я словно бы основательно становлюсь тише, меньше, ростом и именем, и чем-то еще. И живя в этой нише, чувствую себя ближе к земле, и вовсе не птицы, а пнем или камнем. В ладонях твоих горячих я вижу себя пустой и незрячей, а добрые пальцы твои с упорством маньячим гладя стирают с меня все, что жизнь напылила, талант, характер, имя. Когда ты глядишь на мое лицо, я считываю немой вопрос. Ты что, всерьез? Зачем тебе воздух, небо простор? Сиди на земле, а лучше под, под тенью, под сенью меня, небольшого, но очевидного. Вот рука моя теплая и даже дающая. А ты будь просто женщиной, кусочком тепла, частичкой лучшего. И это лишает тебя, меня, а нас будущего. Вот как-то и последнее. Называется оно «Ниточка». Оно посвящено людям, которых я хорошо помню. Они музыканты оба. Я был у них дома. Училась у мужчины. Итак, будучи юной девушкой на домашнем уроке музыки, я наблюдала случайно картину полной трепета. Муж моей учительницы вдруг подошел к ней с нежностью, снял с плеча ее ниточку, и она улыбнулась в ответ ему. Были они не юные, столько же лет, сколько мне сейчас, но удивительно было то, сколько любви светилось мне. Было там столько нежности, столько заботы трепетной, было там столько эроса и света голубиного. И с тех пор эта ниточка жила в моей памяти девичьей, и, конечно, искалась мне с тех пор в жизни того же самого. Нет уже мужа-учительницы, вот уже как десятый год, да и сама она полностью ушла уроки и котиков. Но образ крылатой ниточки, легкой, летящей, забота его помнится мне в подробностях, ищется, не обретается. Может быть, это в тебе найду, может, увижу я в ком еще ниточку, чем вышивает Бог нашей мечты о счастье.